сегодня у меня очередной выпуск вехи истории и сегодня я буду просто разносить горе чемпиона ника розберга знаете мое отношение к нему очень негативная я вам постараюсь рассказать почему во первых давайте сразу скажем что ника розберг это чемпион сын чемпиона мира кеки розберга и что вот эти вот обычная династии ни к чему хорошему не приводит обычно природа отдыхает на детях гениев за редким исключением так вот если честно я не понял у нас по достижениям ника розберг у очень крутой получается потому что он выиграл чемпионский титул шестнадцатом году провел он всего лишь 11 сезонов при этом значит 206 гран-при провел выиграл какое-то немыслимое количество двадцать три победы мы что очень странно да как для меня 30 пола взял 57 раз на подиум поднялся какие-то вещи в его карьере меня конечно очень выбивает из себя значит всего он выступал в двух командах это называется значит в нужное время в нужном месте оказаться вот вот как это называется значит что что хотел сказать что выступая он за две команды это вильямс и мерседес 2006 по 9 год значит четыре сезона вильямс и 7 сезонов мерседесе для меня он случайно чемпион и честно масса тот же был бы достойнее потому что с каким позором он бежал ну да ладно давайте начнем с там с карьеры сначала да он там выиграл в 2005 году gp2 тесты какие-то за вильямс провел потом дебютировал но он всегда где-то был как-то болтался в середине я честно говоря не помню там какие-то особо ярких гонок от него такой скучный неинтересный но что потом давайте шестой год ну выступал с выбором ну кто такой выбор с таким успехом если там свой берем какой-нибудь выступал не знаю картикин возможный выбор был стал чемпионом мира не фетталь потом вурц тоже как бы ничего особо себя не представляет на к джима кто такой на к джима когда он перешел в мерс можно честно сказать что шумахер уже был не тот им все-таки был пятый десяток и ты сезона шумахером где он там выигрывал но для меня лично непоказательно это не не тот шумахер который был всю свою карьеру сознательную до второго прихода поэтому кто бы там чего не говорил все это полный бред далее хорошие два сезона когда его льюис размазал первый раз последние гонки где придумали эти дурацкие 50 очков за победу в гадаби вообще бредовая просто хорошо что так случилось что победил реально тут ты должен был победить и второй раз на гран-при в сша если не ошибаюсь вот вот льюис победил два раза но 16 год если вспомнить мотор льюиса малайзии количество побед и в принципе то скажем что ника росберг титул это просто шарнира а не титул на шару он дыму достался вот эти вторые места в конце сезона и хэмилтон лабу-даби еще притормаживал подставляя под тех гонщиков которые были сзади под феттали под феррари ну и что дальше блондинка через пару дней объявил о своем уходе из формулы-1 если настоящий чемпион ты должен хотел попытаться подтвердить свой титул а не бежать не знаю как вы друзья у меня к росбергу такое отношение что я думаю достаточно будет того что я написал того что я записал о нем мне кажется говорить не о чем для меня он не чемпион просто трусливо сбежал из формулы-1 какие-то мега силы он говорил что прикладывал и психолог по два часа занимался ну молодец но если честно для меня он как был таким каким-то непонятным гонщиками таки остался и даже я бы вот эти вот все вы достижения когда в команде доминирующий был с мерседесом когда с ними никто не конкурировал они могли свободно бороться вот эти все полы и так далее ну если там взять по достижениям там чуть ли не круче там райканина да ну сами понимаете кто такой райканин для болельщиков и кто такой не к росберг по моему смешно